Всем привет! Ой! Ложка упала! Сейчас вспомнила! Вспомнила я совершенно не по теме, но ложка же упала. Ой, что там милая упала? Ножик или вилка? Ножик! Мужчина придет! Если нож упал, точно мужчина придет! Довольно стыдно, может так говорить гражданка. Довольно стыдно в 20 веке иметь свои предрассудки и суеверия. А я, товарищи, ничего? Так примета такая! Ежели нож упал, то мужчина обязательно придет, ежели вилка, то женщина. А я ничего! Примета такая! Вот не угодно! Я ставила в 2012 году спектакль. 6-го месяца 2012 года была премьера. Это был единственный спектакль, единственный показ. Но какой! Господи! Сколько я трудилась, сколько трудились ребята, студенты, которые не имеют никакого отношения к актерской работе. Они студенты Сибирского федерального университета. Там экологи, биологи, физики, химики и так далее. Но какие они талантливые! Так вот там в этом спектакле как раз есть ложка упала. Придет кто-нибудь или там вилка упала, сейчас не помню уже. Вилка, по-моему. Это узущенька, порассказывай. Цель моего выхода сегодня к вам, дорогие друзья. Ну, во-первых, всем передать огромный привет из Баку. Я уже здесь. Пью литрами воду на улице плюс 40. Дома работает кондиционер, дверь закрыта, дети плачут. Жарко, всех сейчас укладывают на тихий час, поэтому они постепенно сейчас начнут все спать. И у меня есть время тишины, когда я могу и пообщаться или чем-то заняться своим. Да, поедай клубнику. Тазиками. Поедай чешью. Килограммами. Ну, как от этого отказаться? Ну, как? Да плевать мне на эти лишние килограммы, господи. Ну, во-первых, секс, он снимет часть. Потом это самое, жара, плавание. Ну, все как-то куда-то вот это самое, тихо-тихо уйдет. Ну, и не уйдет, и ладно. Мне, вы понимаете, я себя люблю любой. Мне очень хочется, но это очень вкусно, это так вкусно, что отказывать себе в этом я не собираюсь. Но цель моего сегодня, выхода к вам, это рассказ о рыбе. Почему о рыбе? Потому что мы прилетели в Баку с супругом одновременно. Он из Якутска, находясь там на чемпионате Дети Азии, который проходит раз в два года. А я из Красноярска. Только он прилетел рано утром, а я вечером. Он поспал, смог сбегать на базар, купить все нужное, мое любимое. Я очень ценю эти вещи, очень. И, как говорят здесь в Баку, базар сделал. Я говорю, дорогой, ты успел сделать базар? Ну, конечно, я успел сделать базар. Так вот, ему в Якутске подарили огромный сверток рыбы. Он думал, что это одна рыба, вот такая большущая рыба. Но как потом выяснилось, что это совсем не одна рыба, а целых три там было. У меня особое отношение к рыбе. Я ее очень люблю. Я не понимаю людей, которые не любят рыбу. Скорее всего, вот мне так кажется, что это от того, что с ней неохота возиться. Вот согласитесь, когда вы приходите в гости, когда вы сидите за столом, вот накрыто, да, все, я с вами все заставлено, мы обращаем внимание обязательно на рыбку, на красную рыбку. Но бутерброды с икрой нам это нравится, это вкусно. Но мы же не хотим с ней возиться. Ну, потому что это и время, и вообще, и кости, и все это жирное. В общем, не хотим. А как хорошо отдыхать от косметики, как хорошо, когда все вот так вот и все вот так вот. Потому что я без конца бегаю в душ, без конца, холодный, или там во дворе на себя ведерко. Ну, правда, я редко это делаю, потому что реакции соседей, ну, зачем их это самое? Ну, да, вы поняли. Поэтому лучше под душик, под душик. Так вот, я, у меня есть несколько сюжетов с рыбой. Первый мой сюжет, вообще он самый первый был на канале, ну, в принципе, самый первый кулинарный. Когда мне, я купила камеру, ребята мне подарили на 8 марта, сыновья. И я купила по случаю, как раз праздник был, то ли 8 марта, то ли я на день рождения, я уже не помню. На 8 марта помню. На 8 марта уже купили камеру. Я купила... Карпа. Ох, как меня поливают в интернете. Как меня поливают за этого карпа. Да ты ненормальная, да ты вообще, что попало делаешь, что... Ну, я как могла, так и делала. Ну, типа, учиться надо, еще, значит, все... Мне так нравится, как люди вот это вот, все это высказывают. А я не отвечаю, не удаляю, как говорят, да пусть, пускай. Пускай тешатся. Ну, им же нравится, ну, хочется, пускай. Вот, ну, это был мой тогда первый опыт с этим Карпом, Карп Савельевич. Что я с ним делала вообще, это вообще не хей, это вообще, это, и ты, наверное, на букву Х вообще сама. Я думаю, ладно, ладно, все это, понимаете, все это возвращается к людям. Вот мне задавали вопросы, я рассказывала по поводу того, что нужно абстрагироваться от негатива, все, я просто улыбаюсь на эти вещи. Все так нормально. Полностью, вот, наоборот, мне весело, мне замечательно, я улыбаюсь, смеюсь, всегда слушаю и читаю. Ну, я их слышу, когда люди пишут, я слышу даже интонации, в какой интонации человек это произносит. Ради Бога, за все каждый будет в ответе, и на этом как бы и прекращается сразу все, потому что я же не отвечаю. Так вот, по поводу рыбы, я рыбу обожаю, я считаю, что самое лучшее мясо – это рыба. Хотя каждый день рыбу кушать нельзя. То есть почему существует рыбный день, да, четверг? Ну, по крайней мере, в санаториях, везде там, в столовых, везде, всегда советских времен, четверг был рыбным днем. Ну, может быть, сейчас уже и остался, так и есть, я не знаю. Я считаю, что рыбу нужно есть минимум два раза в неделю. Ну, а на завтрак я вообще предпочитаю. Вот, у меня средний достаток. Но я покупаю икру, я покупаю настоящую икру, и я утром могу тоненьким слоем, там, один бутербродик с красной икрой съесть. Люблю ментаевую икру, люблю икру сазана, люблю икру окуня. То есть она государственные баночки, я их обожаю, я много покупаю, всегда привожу сюда в Баку. Вы спросите, Наташа, зачем в Баку привозить икру? Это же на Каспии город, тут оседрина, тут рыбы, море. Знаете, парадокс, здесь невероятно, дорогая рыба, невероятно, а икра еще дороже. То есть если сравнивать с ценами в Красноярске, то в три-четыре раза дороже. Ой, простите, пожалуйста, скайп, я сейчас. Извините, я опять с вами. Так вот, рыба, 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 ага. Да, дорогая, поэтому я привожу сюда баночки, жестяные баночки с икрой, провожу совершенно спокойно в чемодане. В этот раз я привезла 10 банок разной вот такой икры, и никто меня не останавливает, никто никаких претензий не предъявляет. Какая там у меня икра, что у меня там в баночках, как бы ни одного вопроса никогда задано не было, потому что чемодан уходит в багаж, но его же просвечивают. Для интереса бы, допустим, задали вопрос, у вас там какая икра, может быть черная, может быть у меня там еще черное золото, может быть у меня там 10 банок черной икры. Я не знаю, по-моему, какие-то ограничения есть, но я по чесноку, черная икра это очень дорого. Вот, а вот такую икру, она по силам, она по бюджету, я покупаю, привожу, потому что я делаю икорное масло, то есть смешиваю с маслом и бутерброд на завтрак с икрой, просто великолепно, вкусно. Либо просто вот масло и сверху икра, потом мы дарим родственникам, приходим в гости, обязательно лакомим красной икрой, ну потому что, ну дороговато, здесь это дорого, не каждая семья может себе позволить. А я считаю, что раз живем, вообще живем два дня, сегодня второй, это мое кредо, и жалеть нечего. Вот сколько есть сегодня, вот и будем есть. Завтрашний день, завтра будет день, будет пища, сказал Господь, не надо думать там и задумываться, и что-то там оставлять на черный день, вот именно черный день. Не надо, не надо, все даст Бог. Я как-то по этому принципу живу уже давно. Раньше не так, раньше тоже в загашнике когда-то хомяк собирала, а теперь нет. Ну меняются приоритеты, жизнь учит, мы становимся мудрее. И спасибо Господу за это. Так вот рыба, рыба, я смотрю на этот сверток, он огромный такой, засучила рукава, надела передник, значит, все это дело, и начала разделывать. У меня принцип такой, я когда покупаю рыбу, я ее разделываю сразу, укладываю в баночки, заливаю оливковым маслом и естественным консервантом, лимоном. То есть я всю ее разделала, оставили одну рыбу целую, чтобы везти сестренки, сестрек я мало, вот, а две я полностью разделала, великолепно от шкурки снимаю. Я не знаю, как называется, может быть, вы посмотрите на картинку, скажете, Наташа, это такая-то, такая-то рыба. Не знаю, Кемал тем более не знает. Но спасибо Якутску, они подарили всем судьям, всем тренерам, которые приезжали с других стран, с других городов на чемпионат, всем подарили рыбу. Это достойный подарок, ну в Якутске, ну это достоинство, они там вообще у них, я посмотрела потом в интернете, как медведи нерку ловят прямо лапами, как они кушают. Ну это же просто какой-то восторг, это просто чудо. Мне захотелось на Камчатку съездить отдохнуть. Ну правда я посмотрела, уже заглянула сегодня. А самое интересное, что интернет сразу же, представляете, только мне стоило было, значит, там, посмотреть, какая рыба на Камчатке. Ну то есть я пыталась там сама выяснить, что за рыба. Мне уже куча предложений, как туристки, то есть поезжайте туда-то, туда-то, туда-то. И естественно мы сразу начинаем топать, ну интернет такая штука. Сразу, ну иди сюда, поехали на Камчатку. Ну я почитала тут же отзывы, люди отзывают. Конечно, красоты невероятные, это лучше ездить самим, с палатками. А для такого отдыха термальные источники для меня 40 градусов, я там сварюсь, я сибирячка, у меня даже каспий горячий для меня. Поэтому как бы никакого вот такого, ну то есть скукота, скукота, скукота. То есть если ехать отдыхать вдвоем с супругом, в тишине просто отдохнуть, где-то, ну нет, ну мне нужно плавать. Мне нужно плавать, мне нужно разгонять тут жировые прослойки свои. Для меня плавание это самое главное, поэтому каспий, это ничего лучше выбрать не может. Я как-то отложила сразу Камчатку, хотя очень красиво. Очень красиво и заманчиво. Гейзеры, все туда-сюда, ну классно. Так вот я ее разделываю. У меня есть сюжет, вот здесь вот ссылочка появится сейчас, как я делаю. Сама солю рыбу, солю скороспевую, форель, форель, обожаю. Здесь тоже я ее покупаю и всегда делала. А тут, ну раз привезли столько, Кемалу подарили столько рыбы, он привез. Я думаю, ну нам хватит на завтрак, вот так, за глаза. И я ее разделала. Вы сейчас посмотрите, в сюжете я просто фоторяд делала, это было вчера. Желаю вам всего самого доброго, не ленитесь. Любую рыбу, какую вы купите, готовую уже сделайте вот так. И у вас на завтра всегда будет вкусный, ароматный кусочек с рыбкой. Это так классно. И руки не надо пачкать, и настроение на весь день. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова